Ленин Аврора передала приказ военно-революционного комитета привести в боевую готовность гарнизоны и корабли. Легендарным залпом начался штурм Зимнего дворца. Утром 7 ноября 1917 года радиостанция Авроры передала первый документ советской власти. Ленинское воззвание гражданам России. Передал его Федор Алонцев, первый радист октября. Революция заговорила в эфире. В Петроградском торговом морском порту заработала вторая радиостанция Молодой Республики, носившая название Новая Голландия. Здесь, в ночь с 8 на 9 ноября, Владимир Ильич, прямо у передатчика, написал обращение к народу и армии. Встать на защиту революции! «Радио всем! Радио всем! Смертельная опасность нависла над молодой республикой Советов! Радио всем!» Звучал ленинский призыв защищать завоевание октября. Радио стало верным союзником в борьбе. Огненное кольцо сжималось вокруг Москвы, куда переехали из Петрограда Центральный комитет партии, Советское правительство, Ленин. Радио прорывало заслоны врагов. Связистом штаба революции стала московская радиостанция ОПРЦ. Тонкие нити антенн на Хадынском поле связывали Владимира Ильича с внешним миром. Ленину радио из Киля. Восстали матросы. В Германии революция. Радио из Будапешта. Революция в Венгрии. Чепельская радиостанция передала от Белла Куна привет Ленину. Да здравствует Русская Республика! Да здравствует Ленин! А в России тяжкая пора. Враг у ворот. Нужно разорвать кольцо блокады. И Ленин 30 июня 1919 года принимает решение. Экстренно строить мощную радиостанцию для надежной связи со всем миром. Из этого окна Ильич не раз наблюдал, как росла огромная башня. Сконструировать и построить на Шаболовском лугу необычайную по тем временам металлическую башню опору поручили Владимиру Григорьевичу Шухову, инженеру и изобретателю. Преодолевая неимоверные трудности, во всем ощущая нехватку, потуже затягивая пояса, строители, работая вручную, выполнили фронтовое задание вождя революции. Через 10 месяцев Шуховская артель возвела уникальное сооружение. Сквозь завесу времени Ленин видел в радио важнейшие средства связи и коммунистического воспитания масс, информации и научного познания природы. Более 100 ленинских документов о радио составляют план радиофикации страны. Положение о Нижегородской радиолаборатории вошло в этот план программной частью. В Нижнем Новгороде, ныне городе Горьком, в тылу фронтов гражданской войны, по указанию Ленина, был создан первый научно-исследовательский радиоцентр. Видный советский ученый Михаил Александрович Бонч-Бруевич возглавил талантливый коллектив Нижегородской лаборатории и радиолюбителей. Ленин потребовал создать новую технику для митинга миллионов. Поддерживая Бонч-Бруевича, Ленин писал ему «Газета без бумаги и без расстояний, которую вы создаете, будет великим делом». Выполняя ленинское задание, нижегородцы создали непревзойденные по тем временам электронные лампы, провели первую радиотелефонную передачу, подготовили новейшую аппаратуру для широковещательной станции в Москве. Торжественное открытие центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна. Бонч-Бруевич говорит «Задание Ленина выполнено! Сделан огромный шаг вперед!» Время включать передатчики. Осуществлялся ленинский план радиофикации страны. Открылся митинг миллионов, о котором так мечтал Ильич. Родилась газета без бумаги и без расстояний. Голос ленинской правды звучал над всем миром. Радио всюду было с народом. Мир узнавал о первых трудовых победах советских людей. Заработал Днепрогерс. Радио пришло на помощь челюскинцам. Папанинцы радирует с полюса. Москва встречает героев. Радио трудилось на стройках пятилеток. раппорт И радио оповестило страну. Радио трудилось на стройках пятилеток. И огромный враг напал на нашу Родину. Радио на всех фронтах, в танках, самолетах. Радио это могучая сила армии и единственная возможность связаться с Большой Землей. А на Большой Земле великое наступление на врага. В ту ночь, пожалуй, никогда еще так не ждали позывных Москвы. Включены все радиостанции Советского Союза. Говорит Москва. Говорит Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Голос победы отозвался великой радостью в сердцах миллионов. Познаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. Вернулась мирная жизнь. Возобновились, значит, и еще в 1938 году, но прерванные войной, телевизионные передачи. Москва говорит, Москва показывает. Телевидение вошло в быт народа. Оно стало необходимым в металлургии, особенно в горячих цехах. В исследовании подводных глубин. На сортировочных горках железных дорог. Телевидение верный помощник в борьбе за здоровье человека. Телеглаз на рудниках и шахтах. Всюду трудится радио. Оно давно освоило профессию разведчика погоды. И день за днем радиозонды исследуют атмосферу. Без радио нет авиации. Оно ведет самолеты по воздушным трассам. И здесь, на ледяной вершине планеты, вот уже 30 лет, от первой вахты попанинцев до наших дней, радио несет весть из полюса. Радио ведет корабли. Ум человеческий, говорил Ленин, открыл много диковинного в природе. И откроет еще больше, увеличивая тем самым свою власть над ней. С помощью мощных радиосистем исследуются небесные тела. Ученые проникают в глубины Вселенной, раскрывают тайны природы. Без телевидения немыслима современная жизнь общества. И заводы работают с полной нагрузкой. На конвейере Рубин-106. Москву хотят видеть все. И в столице возводится величайшая башня для передающих телевизионных антенн. К 50-летию советской власти вступит в строй мощный комплекс студий и аппаратных для вещания по пяти программам. Телевизионный центр Востанкино расширит сферу воздействия голубых экранов на духовную жизнь народу. Станет центром человеческого общения, информации и просвещения масс. Все выше поднимаются антенны телевидения. Молния-1. Спутник связи соединил Москву с Владивостоком. Через космос передаются фотографии, чертежи, схемы. Тысячи телеграмм. Ведутся многоканальные телефонные переговоры. Космический мост соединил Москву с Парижем. Французы увидели цветные передачи советского телевидения. Советский Союз стал страной радио и телевидения. В СССР более 120 телецентров. Страна советов, родина космовидения. Миллионы семей во всем мире следили за выходом в открытый космос Алексея Леонова. Первым из людей он плавал, летал и парил в звездной бездне на глазах народов всех стран. Чудом 20-го века назвала мировая печать первой в истории лунный телевизионный репортаж. Автоматическая станция Луна-9 ведет прямую передачу. Вот она, загадочная Луна. Впервые человек увидел ее совсем рядом. Выполняя Ленинский совет, 23-й съезд партии, начертавший план великих работ в новой пятилетке, открыл невиданные перспективы дальнейшего развития радио и телевидения. Рапортом 23-му съезду партии о достижениях советской науки донесся из глубин Вселенной с борта первого искусственного спутника Луны международный гимн коммунистов «Интернационал». От искровой радиостанции «Авроры» до сложнейших космических радиосистем так выполняется Ленинский план развития радионауки по имя счастья людей на земле. Субтитры создавал DimaTorzok